В этом видео расскажу тебе, как сделать презентацию типа, она нарисована карандашом, сделаем на примере вот этого слайда, потом ты сможешь сделать абсолютно любой слайд для своих целей и задач, в конце покажу больше примеров. Лето, у тебя наверняка много свободного времени, которое можно инвестировать в обучение и освоить навык создавать классные крутые презентации на моем большом онлайн курсе, где ты научишься работать с цветом, работать с шрифтами, узнаешь разные типы версток, научишься структурировать контент и даже сложные диаграммы и таблицы. Я могу стать твоим куратором на несколько месяцев, с сентября планирую цены на курс повышать, поэтому подключайся сейчас, а начать прохождение можно в любой удобный для тебя момент, ссылка на курс в описании. Начнем, у меня есть небольшая заготовка, где у меня есть шрифт, который ты можешь скачать в описании, естественно, использовать вместе со мной, повторять все элементы и фотография, которую я пока уберу за край слайда, потому что мы к ним вернемся попозже. Первое, что мы сделаем, мы напишем здесь важный заголовок презентации, шрифт у меня будет тот же самый, который назвал, выберу жирное начертание, размер поставлю 40, мы будем использовать вот что-то подобное для заголовков, в принципе, ты опять же под себя можешь по стилям там подстраивать. Сразу увожу направляющие, увожу его влево вверх, все, красиво. Дальше мы с тобой попробуем сделать вот эту вот схемку, и тут уже начинается у нас самое интересное, захожу на вкладку ставка, выбираю инструмент фигуры, выбираю обычный круг, добавляю его вот так. Пока он выглядит супер каким-то неуклюжим, некрасивым, нам нужно его отредактировать. Во-первых, нам нужно применить к нему контуры, мы это можем сделать на вкладке формат фигуры, либо на вкладке главная, вот здесь выбираем контуры и выбираем какой-либо цвет. Какой? Выбирать цвет. У нас презентация что-то типа нарисована карандашом, поэтому нам нужно выбрать какой-то серенький. Я выберу вот этот, вот здесь оттенок 25%, возможно у тебя палитры другие, тебе нужно выбрать что-то такое сероватое. Заливку, естественно, мы убираем. У нас получился вот такой контур. Пока он выглядит некрасиво, нам нужно сделать его потолще. Потолще настолько, чтобы он приблизительно стремился, равнялся толщине контура в буквах. Это будет где-то от 1.75 до 2.25. Здесь уже смотри чисто на свой вкус, тот что понравится. Я сделаю все же чуть потоньше, где-то 1.75, я думаю, мне подойдет. Может быть, ну так, давай, ладно, уговорил, сделаем 2. Вот так. Потом в некоторых PowerPoint, причем я даже не понял, в каких версиях есть, каких нет, есть такая штука, которая называется эскиз, которая уже нам искажает фигуру, контуры фигуры и делает ее как будто бы нарисованной. Скорее всего, у тебя этой штуки даже и не будет, потому что у меня каким-то чудесным образом она появилась. Но даже если есть, то все, как бы дальше можешь урок не смотреть, как бы все понятно, все остальные фигуры можно так и сделать. А если этой штуки нет, то мы тоже можем добиться такого эффекта, только чуть посложнее. Мы можем на эту фигуру нажать правой кнопкой и здесь выбрать начать изменение узлов. И каждый узел, каждое искривление мы можем редактировать так, как нам захочется. Просто нужно выбрать какой-либо узел, и у нас появляются дополнительные маркеры, где мы можем эту фигурку чуть-чуть поискривить, сделать ее такую чуть неуклюжую, но действительно создать эффект, как будто мы ее только что нарисовали карандашом. И у нас получается уже вот такой пузырь, который мы смело можем редактировать по размеру, подстраивать под тот текст, который нам нужен. Кстати, давай текст добавим. Я просто задублирую заголовок и напишу здесь схема большими буквами. Нет, давай маленькими. Схема. Вот такая будет. Выравниваю схему по центру, естественно, этот текст я уменьшаю где-то до 28 размера, подставляю его вот сюда, чуть-чуть я его поверну, рамочку сделаю поменьше, чтобы он там уместился. Класс. Можно это все выделить, сгруппировать. И разместить уже вот здесь, причем вот этот пузырь нужно подстроить так, чтобы схема была в центре, чтобы там не было ей не слишком тесно, не слишком свободно. Ну, где-то приблизительно вот так. Еще очень важный мелкий элемент, который я забыл сделать, ведь мы на пузырь наложили серый цвет, а на текст мы ничего не трогали. Поэтому важно, а у меня здесь уже по умолчанию был, это важный момент, который тоже тебе здесь нужно не забыть. Весь текст применить, на текст применить тот же самый цвет, который применен и на пузырь, для того, чтобы для зрителя было меньше, как можно меньше таких прыгающих стилей. Это будет выглядеть очень красиво. Дальше, зная принципы и методы дублирования, которые мы используем очень часто на курсе, мы можем очень быстро создавать слайд. Мы можем выбрать вот эту группку, которую только что создали, задублировать и увести просто влево. И тут у нас меняется текст, например, здесь будет тезис 01, у тебя же это будет какой-то реальный контент, который ты будешь уже рассказывать для своих зрителей. Пузыри получаются одинаковые. Красиво это? Да. А можно сделать лучше. Можно провалиться еще разочек в каждый пузырь, нажать на него правой кнопкой, начать изменение узлов и чуть-чуть его еще подредактировать. Таким образом у нас каждый пузырь будет уникальный, ведь почему? Когда мы рисуем карандашом, у нас невозможно нарисовать все одинаковые фигуры. И пускай они будут чуть-чуть неуклюжие, чуть-чуть там где-то поворачиваться, самое главное, чтобы было все хорошо читаемо. И даже можно сделать его вполне поменьше, чтобы он не так много места на слайде занимал. Текст, кстати, тоже можно здесь делать поменьше, например, там 20 или 24, так, чтобы была структура, да, чтобы у нас название схемы было крупным и привлекало внимание, что нам и нужно сделать для зрителя. А тезис будет чуть поменьше. Дальше мы дублируем этот тезис и уводим его вправо. И, ну, я думаю, тут уже элементарно. Мы просто меняем текст, нажимаем на фигуру и снова чуть-чуть, сильно не нужно. Да, просто чуть-чуть, так хоп-хоп, мы возьмем и поменяем. И дальше получается столько, сколько тезисов нужно, мы их распространяем уже вниз. С тарелки. Это наш будет следующий шаг. Добавляем их через вкладку вставка, выбираем фигуры. Здесь нам нужно выбрать инструмент, кривая, и никакой другой, больше инструмент не подойдет. Нам нужно нарисовать кривую, по сути, из двух точек. Мы одну точку ставим вот здесь, где у нас схема, вторую точку ставим, где тезис. Нажимаем Enter. У нас рисуется кривая. Пока она еще не похожа на кривую, но мы снова на нее нажимаем правой кнопкой мыши. И выбираем здесь начать изменение узлов. Лучше оставить две точки, потому что три уже там дальше, можно запутаться. Вот такие две точки у нас подойдут. Точно так же кликаем на маркер и искривляем эту кривую до того момента, как нам уже нужно, чтобы вот так стрелка, она из схемы падала в первый тезис. Так, здесь что-то кривовато. Естественно, где кривовато, нужно подправлять. Дальше я могу скопировать стиль у вот этого круга с помощью горячей клавиши Shift-Command-C, либо Shift-Ctrl-C на Windows, и Shift-Command-V, либо Shift-Ctrl-V на Windows. Можем применить уже этот стиль к этой палочке. Дальше вот так нажимаю правой кнопкой на вот эту линию, захожу здесь в формат фигуры. У меня справа открывается дополнительный бар настройки этих контуров. В, вот смотрим, да, здесь внимательно, здесь уже прям кропотливая работа пошла. В настройках линии здесь снизу есть тип начальной стрелки, тип конечной стрелки. Она у нас падает сверху вниз, нам нужно выбрать тип конечной стрелки. Вот, ну, вообще, выбирай та, что понравится. Мне нравится вот эта открытая стрелка. И здесь же размеры поставить ее побольше. И вот у нас получилась стрелка, тоже чуть-чуть искривленная, которая падает из схемы в тезис. Дальше я эту стрелку дублирую. Можно через расположение повернуть, отразить слева направо, ее тоже поменять, как-то искажение ей построить. Можно даже заморочиться еще, зайти в изменение узлов. Но вот у нас уже вполне получается схема. Точно так же я дублирую эти стрелки и на нижние, на нижние блоки. Тут, я думаю, ты понимаешь, что схема, она может быть любого размера, любого объема и любого количества тезисов. Я, моя задача сейчас показать тебе именно пример. Дальше, слева, снизу у нас может расположиться какой-либо текст. Текст я писать не буду, я думаю, это элементарная вещь. Самое главное, понимать, что выравниваем мы его по левому краю. И применяем шрифты. И шрифт на подзаголовок у меня жирненький, тот же самый, размер 19-й, а размер 16-й и обычное уже начертание для обычного текста. Он у нас хорошо по блоку, по блочной верстке слева снизу располагается. С фотографией, она у нас, помним, здесь вот спрятана, в принципе, можно не заморачиваться и добавить ее просто вот так. Вот так, вот так, вот так. И уже, на самом деле, будет красиво. Вот так вот уже подойдет. Для тех, кто прям хочет заморочиться, и, в принципе, это можно сделать, можно фотографию тоже сделать, как будто она что-то вырезана откуда-то, из ножницами мы ее подрезали. Как это сделать? Просто так нажать на фотографию и начать изменение узлов невозможно. PowerPoint это не дает. Пока мы по этому фотографию отодвигаем и добавляем фигуру. Обычный прямоугольник, верну направляющий, чтобы ориентироваться на них. Выставляю прямоугольник по левым направляющим и делаю его размер таким, как у нас будет фотография. И у этого прямоугольника мы уже можем нажать на него правой кнопкой, начать изменение узлов и поредактировать чуть-чуть там, где-то исказить, где-то сделать побольше, где-то поменьше. И вот такой у нас кривоватый немножечко будет. Дальше мы подставляем фотографию под этот прямоугольник. Мы можем чуть-чуть даже еще там подредактировать, если вдруг что-то мы ошиблись. Например, сейчас сделаю так побольше. Выделяю фотографию, затем зажимаю и держу клавишу shift, выделяю прямоугольник, захожу на вкладку формат, выбираю инструмент пересечения фигур, выбираю пересечения. Мы уже этим инструментом пользовались в других больших там каких-то уроках на ютубе и внутри курса тоже. И вот такая у нас фотография получилась. Тоже немножечко кривоватая. На фотографию можно добавить тот же самый контур. Лучше, наверное, не добавлять, потому что она становится очень объемной. Можно сделать вот так. Я обычно вот так не добавляю. Ваши лайки греют душу, подписки делают меня счастливее, а комментарии помогают продвигать обучающий контент на ютубе. Поэтому не жалейте, пишите комментарии, ставьте лайки. Слайд получился довольно перегружен. По сути, здесь два слайда находятся. У нас слева есть блок и справа есть схема. Если они друг с другом взаимосвязаны плотно, можно их расположить на одном слайде. Есть очень много еще разных типов компоновки элементов, которые вот сейчас я там покажу на монтаже, вставлю картинками, которые можно использовать и создавать с помощью этих пузырей. Наверное, их можно будет посмотреть по ссылке в описании, там спусти, если я не забуду, я все это дело выложу. Но вот такие варианты компоновки контента тоже есть, которые ты сможешь сам для себя упаковать, для своих целей, для своих задач, для своих выступлений, для своих отчетов, вообще для всего, что угодно. Я восхищен тобой и твоей целеустремленностью, так как ты досмотрел это видео до конца. Спасибо. Пока.